Губернатор Грег Эббот из Техаса, которого поддерживают коллеги-губернаторы США-республиканцы, продолжают защищать границу США от организованного социал-демократами нелегального пресечения сотнями тысяч иностранцев, которые будут составлять лекторат партии нелегалов. Губернатор Техаса Грег Эббот поклялся бросить вызов администрации Байдена и сохранить государственный контроль над горячей точкой на границе США до тех пор, пока это потребуется. Администрация Байдена утверждает, что пограничный контроль находится строго под федеральной юрисдикцией и делает все возможное для того, чтобы нелегалы беспрепятственно пересекали границу США, а впоследствии помогает им финансово за счет налогоплательщиков США, и продвигает закон об амнистии. Но Эббот разместил Национальную гвардию Техаса в Шелби-парке в приграничном городе Иглпасс, где он провел воскресную пресс-конференцию вместе с губернаторами-республиканцами из 13 других штатов. Нелегальная миграция стала серьезной политической проблемой в преддверии выборов 5 ноября, которые, вероятно, столкнут Байдена с 45-м президентом Дональдом Трампом. Губернаторы собрались через день после того, как тысячи протестующих со всей территории США в эти выходные дни собрались в приграничном с Техаси городе Кемада, примерно в 20 милях от Иглпасс, чтобы выразить протест по поводу нелегальной миграции и продемонстрировать поддержку Дональду Трампу в борьбе с этим. Половина губернаторов Соединенных Штатов на самом деле присоединилась к Техасу в нашем деле, чтобы убедиться, что штаты могут сделать все возможное для обеспечения безопасности нашей границы. Мы объединяемся, чтобы бороться за нашу конституцию и гарантию, что штаты могут защищаться от любого типа неминуемой опасности или вторжения нелегалов. Из-за чрезвычайных опасностей, которым подвергается штат Техас, а также штаты по всей стране, из-за того, что Джо Байден полностью отрекся от своих обязанностей по обеспечению соблюдения законов Соединенных Штатов, я использовал пункт Конституции. Это дает штатам право защищать себя самостоятельно. Это статья 1, раздел 10, пункт 3 Конституции Соединенных Штатов, где штат может защищать себя и своих граждан, их безопасность, с которой мы неминуемо сталкиваемся сейчас от вторжения миллионов людей, нелегально приезжающих со всего мира. Картели сейчас теряют деньги, пытаясь проникнуть в штат Техас. Они, картели, изменили свой маршрут, чтобы пересечь границу, потому что Техас – это единственный штат, который оказывает какое-либо сопротивление. Несмотря на то, что Техас представляет собой более 60% наземной границы США, подавляющее большинство людей, пересекающих границу, сейчас ее пересекают в Аризоне и Калифорнии – двух штатах, которые не оказывают никакого сопротивления нелегальной эмиграции. У нас на границе находилось сотни военнослужащих. Мы готовы даже сегодня послать дополнительные войска, работающие с военным министерством Техаса, именно для того, чтобы защитить границу. Мы здесь вместе, чтобы совместно работать над поддержкой Техаса и обеспечивать безопасность людей во всей стране. Каждый штат в нашей стране сейчас является пограничным штатом из-за того, что мы видим, что происходит. И когда вы думаете о количестве фентанила, торговле людьми, которая только увеличивается, нам приходится бороться в каждом штате страны, поэтому мы поддерживаем губернатора Эббота, потому что если наша граница небезопасна, то и страна небезопасна. Сейчас нет более важного для нас сражения, именно поэтому мы проводим здесь наши воскресные дни, потому что нам приходится это делать. Потому что это абсолютно жизненно важно для долгосрочной безопасности и защищенности нашей страны. Арканзас направил сюда войска Национальной гвардии в прошлом году, и сегодня я могу пообещать, что мы продолжим это делать настолько, насколько этого будет необходимо. Нам необходимо защищать границу. В наши штаты вторгаются люди, пересекающие ее незаконно. Наша Конституция дает штатам право на самооборону. Именно это и делает губернатор Эббот. Именно поэтому мы сегодня здесь вместе с ним.